Сотни школьников Алматы используют каникулы как время для заработка. И в Управлении социальной защиты приветствуют желание подростков быть финансово независимыми. Специально для предприимчивых учеников разработана программа по трудоустройству. Причем заработная плата и вакансии достойные. Моя коллега Жанна Хабдулхабар изучила рынок и готова нам обо всем рассказать. Жанна, добрый вечер. А по закону можно ли привлекать к труду школьников? Что на этот счет говорят юристы? Добрый вечер, Амина. По закону действительно есть четкие разграничения, кого, со скольки лет и на какую работу можно нанимать. Ведь порой здесь затрагиваются права несовершеннолетних. Но об этом я расскажу чуть позже. А пока коротко о государственных программах для летнего заработка. Итак, в центре занятости существуют две программы на каникулярное время. Первое – общественные работы. Тут название говорит само за себя. Школьникам и студентам предлагается три месяца преображать город. Косить траву, сажать цветы, красить, мыть, чистить. Среди всего перечня есть и работа почище. На каникулярном периоде школьники и студенты не занимались попросту дома, не сидели. Мы их отправляем на общественные работы. Отправляем мы их в основном, получается, в фонды молодежной политики. Есть специальные фонды, которые занимаются по молодежи, получается. Отправляем мы их в основном на волонтерскую работу. И также, если работодатель изъявит желание, то мы их направляем как делопроизводителей. На общественные работы принимают людей от 16 и до пенсионного возраста. Вакансии, которые сейчас представлены в перечне – дворник, уборщик, курьер, сусработник, волонтер, массажист в социальных учреждениях. Ни образования, ни опыта работы здесь не требуется. Нужно лишь обратиться в центры занятости Алматы. Он находится на пересечении проспекта Назарбаева и Жебек-Жалы. При себе иметь удостоверение личности. Специалисты сначала оформят вас как лицо, нуждающееся в работе. На это уйдет 10 дней. После этого срока соискателя пригласят для выбора. С июня такой возможностью воспользовались 60 школьников. Они уже зарабатывают 56 тысяч сенье. В возможностях бюджета устроить еще 150 человек. Некоторые вузы и сами занимают студентов. Условия тут не менее привлекательные. В 9 у нас работа. До 5. Мы работаем 6 часов. Я работаю на обширите. Чищу стекла. Мою полы. Вторая программа для заработка называется «Молодежная практика». В ней могут принять участие выпускники. Заработная плата 56 тысяч. Причем, что интересно, не могут трудоустроиться железнодорожники, автомеханики и радиотехники. Казалось бы, рабочей профессии. А работодатель устроенуждается, как бы это парадоксально ни звучало, в юристах, финансистах и менеджерах. Такова официальная информация, предоставленная Центром занятости Алматы. Соискателям для нахождения работы своей мечты необходимо иметь при себе помимо удостоверения диплом и прописку. Вместо последнего можно предоставить временную регистрацию. По линии «Молодежная практика» работают 600 человек. Заработную плату полностью оплачиваем мы. То есть мы находим им организации и направляем по специальности. Они проводят собеседование. После этого, например, если участнику не понравится организация, то он может прийти к нам обратно и взять направление в другую организацию. Родители разделились во мнениях. Некоторые считают, что лето – это время для отдыха. А другие, напротив, к каникулярному заработку относятся как к прекрасной возможности преподать детям финансовую грамотность. Уж так школьник точно поймет, как зарабатываются деньги и как потом их тратить. В школе сейчас очень большая нагрузка. Пускай летом отдыхают. У меня внук, например, до пяти лет, а потом идет тренировка спортивная. И вот летом, мне кажется, мы уехали в свой город и, слава богу, отдыхаем. Работать не надо? Не надо. Я думаю, что не надо детям работать. Я бы с удовольствием куда-нибудь именно в поддержку города, то есть для развития инфраструктуры. Ну, то есть вот в таком направлении. Ребенка? Наверное, да. Потому что, наверное, какой-то патриотизм развивать, чтобы не зарабатывание денег. Этим летом молодежный ресурсный центр трудоустроил 26 студентов и 20 школьников. Получать они будут по 50 тысяч ежемесячно. Работа самая разнообразная. Например, волонтер на музыкальном фестивале Соро Фейжа или Спирит оф Тенгри. Такое время провождения в совмещении приятного с полезным. По линии Жасл-Ель обогатятся 975 бойцов. Тут им платят как государство, так и работодатель. 35 и 40 тысяч соответственно. Я учусь в соц. гимназии, окончила 10 класс. Я, получается, в мае проходила «Зеленый базар» и увидела точно такую же, получается, вакансию, как сейчас делает госфонд, где ищут работу. Я поинтересовалась и подала анкету. После этого мне позвонили, пригласили на собеседование. На собеседование я все объяснила, что я школьница. Меня отправили как школьник-помощник. Скорее всего, зарабатываю на свою учебу. Потому что я заканчиваю потом, в следующем году, 11 класс, чтобы не сидеть на шее у родителей. Не секрет, что наряду с легальным заработком, предлагаемым государством, существует и обратная сторона медали. К примеру, нечистые на руку предприниматели используют школьников и студентов как бесплатную рабочую силу. На автомойках, базарах, официантами в ресторанах или предлагают раздавать рекламные листовки. Тут в законе четко говорено, с работником, а тем более с несовершеннолетними, должен быть заключен договор. Вообще во всех странах все, что связано с получением дохода членами семьи, и родители, и дети, оно всегда приветствуется. Но всегда есть определенные ограничения. Как я и сказал, это вредные производства, это есть более жесткая ответственность за нарушение времени работы в отношении несовершеннолетних. При этом это общие условия восьмичасовой рабочий день. Как правило, таковых единой практики не существует. Она вся исходит из того, что если ребенок может зарабатывать деньги, то ему никто не препятствует. Почему бы и нет? Почему бы и нет. Все, что связано с тяжелыми нагрузками, подростки не могут. Существуют ограничения. Все, что с этим не связано, ну скажем так, класть асфальт они не могут, а руководить строительной бригадой могут. В законе о труде четко сказано, на работу можно нанимать 15-летнего человека, имеющего хоть какое-то образование. Второй пункт – подросток, достигший 14 лет и не имеющий специальное образование. В таком случае обязательно нужна подпись родителей. И третий вариант – недостигшие 14 лет могут трудиться, согласие мамы и папы, но им разрешено выступать в цирке или сниматься в кино. Тяжелый труд категорически запрещен. Как альтернатива, юристы советуют родителям нанять своих детей для выполнения домашней работы и платить деньги, например, за покраску забора, стройку гаража или уход за младшими братьями или сестрами. Интересно же, на что школьники тратят свои заработанные деньги? Это зависит от того, для чего вообще подросток пошел работать. В основном малообеспеченные, к примеру, дети, они тратят на вещи или канцелярские товары, ну а другие, к примеру, на игрушки или на гаджеты. Так или иначе, и родители, и сами дети сходятся на том мнении, что чем раньше они начинают зарабатывать, тем в дальнейшем становятся успешнее финансово. К примеру, этого много. Я, пожалуй, соглашусь с ними. Благодарю, Жанна. А телезрителям я напомню, с обзором о летней работе школьников была моя коллега Жанна Хабдулхабар.